Меня в деревне была подруга Катька. Жила она с матерью в небольшом, но очень уютном домике. Тетя Люда, мать ее, постаралась. И хозяйство у нее там было, и на баню хорошую накопила. Вообще, женщина очень серьезная. Как-то решила я у Катьки остаться. Тетя Люда нам затопила баню. Когда мы вышли, нас ждал горячий чай с бутербродами. Сели мы чай пить, тетя Люда с нами. И как-то зашла у нас тема про необъяснимые вещи. Стали мы с Катериной разные байки рассказывать. Про черную руку, волосатую ногу. И тут Катька ж взвизгнула. Ма, слушай. Помнишь, когда я маленькая еще была, вы иногда обсуждали про то, как на вас напасть хотели. Ты мне говорила, что потом расскажешь. Расскажи нам, пожалуйста. Тут тетя Люда слегка поменялась в лице, как будто тень в глазах мелькнула. Да, помню. Как такое забудешь? Эти ваши истории, девчули, все бред. Когда все это произошло, я была немного старше вас. Мы же тогда в другой деревне жили. Родители, я, сестры. Мамка с отцом целый день в поле. А мы и за домом смотрим, и за сестрами, что младше. И вот однажды мне пришлось одной остаться на ночь с младшими. Старшие девки уехали в город, в магазин за продуктами. И остались там на ночь у тетки. Мать с отцом тоже остались в поле на выходные, чтобы больше заработать. Уложила я сестер спать, а сама сижу, вещи рваные, штопаю под светом лампы. И тут вдруг сильный лай Тошки. Собаки нашей. Он не то что лаял, он как с ума сходил. Мне прям не по себе стало. И тут стук в дверь. Сначала тихонечко. Потом сильнее, сильнее. Вдруг Тошка заскулил и умолк. Я спрашиваю. Кто там? Голос, который явно старался сойти за голос матери, но очень неприятный. Старческий такой, хрепловатый. Отвечает. Доченька, Людочка, это мама. Открой. Меня как затрясло. Я понимала, что это не мама, и главное, ощутила сильную опасность. Даже близко к двери не подошла. А она... Людочка, открой. Я же есть сильно хочу. Я голодная. Уходи, говорю. Я вилы возьму. Голос стал грубее уж. Мужской считай. Дочь, да будь ты проклята. Я есть хочу. Дай мне сестру хотя бы. Я была в ужасе. Я поняла, что речь идет именно о том, что ему нужен ребенок. Дети, естественно, уже не спали. Я подбегаю к ним, показываю тихо, закрывая им ротики, чтобы не плакали. Затем упала на колени и стала молиться. И вдруг голос стал визжащим, металлическим. Я запомнил его на всю свою жизнь. Люда, сволочь ты ебаная. Дай сестру какую или сама выйдя. И хватит молиться, гадина несчастная. Я начала молиться еще больше. Взяла икону и держала ее перед собой и сестрами. Вдруг резко послышались тяжелые вздохи. И все угромонилось. Тошка так и не лаял. Меня все трясло. Всех девочек посадила на одну кровать, укутала их одеялами и села рядом с иконой. С утра, когда услышала соседей, решила выйти. Когда вышла, был шок. Тошка лежал мертвым, и из горла его был выдран кусок. Сосед, когда взялся его закопать, сказал, что это животное его так укусило. Продолжение следует...